Мы знаем, что в марте 2024 года грядут выборы президента в стране под названием Россия. Как вы думаете, во-первых, мы видим, что Путин никогда не появляется на людях с плохими новостями. А как политтехнологически устроить предвыборную кампанию, когда в стране, пардон, не хочу называть это слово, что происходит, значит, как строить предвыборную кампанию? Настя, у Путина на самом деле таких проблем нет. И у Кремля таких проблем нет. У них давно нет выборов. Что такое выборы? Выборы – это когда ты действительно хочешь... Все равно картинка в телевизоре должна быть. Картинку в телевизоре давно не рисуют. Они ввели электронное голосование давно. И если даже бюллетени у них там голосуют и неисправедливо, то добавка электронного голосования, результат меняется как... Смотри, у них выборы. Вот, ну, опять же, вспомним Сталина. Он говорил, выборы – это не важно, как люди голосуют. Важно, кто... Как считают. Кто считает. И они давно научились считаться. То же самое в Беларуси. Вот смотри. Лукашенко посчитал независимо ни от чего, как положено. Вот. Поэтому еще раз говорю, электронное голосование – это прекрасно, но только если сервер находится в независимом месте. Если вот я бы советовал проводить выборы в Украине, я бы сказал, что, ребята, три сервера должно быть. Четыре. Первый сервер может находиться в нашем ЦВК. Второй сервер давайте отдадим эстонцам, чтобы он стоял в Таллине. Ну, почему? Потому что, во-первых, они наши друзья. Во-вторых, это самая продвинутая страна с электронным государственным сервисом. То есть они впереди планеты всей. Мало кто об этом знает, но это правда. Как-то у них вот эта тема пошла, пошла, пошла. И они вот... У них... Их система сейчас Европа покупает. Вот аналогичная. Потом был в Вашингтоне сервер. Понятно, это главный наш союзник. И я бы еще в Лондоне поместил под присмотром британского Верховного суда. Просто у него самый большой авторитет. Все, подделать невозможно. Даже если в Украине кто-то проник в сервер и написал какой-то результат, если не совпало, не дай бог, с серверами на других планетах, Россия, безусловно, так не поступит. Поэтому вопросы с выбора Путина не волнует. Его волнует вопрос только с восстанием и бунтом. Вот, кстати, по поводу восстания и бунта. Смотри, если, опять-таки, перед выборами ему придется объявлять очередную волну мобилизации. Вот смотри, выборы его не волнуют, он нарисует любой результат. А вот мобилизацию он откладывает. И на первую тяжело решался, потому что прекрасно понимал, что когда ты фальсифицируешь выборы, россиянам плевать, они аполитичны и давно не интересуются политикой, давно привыкли, что царь один, и пусть будет. Но если ты лезешь в их жизнь, если ты заставляешь их умирать за себя, вот здесь вот последствия могут быть какими угодно. Но я все равно не верю в восстание россиян. Вот их же мужиков погнали на фронт. Они здесь гибнут пачками, но вместо того, чтобы с оружием в руках, скажем так, вернуться назад и скинуть режим, сделать такой вооруженный Майдан, они, извини меня, плачевно записывают, как и пригожат в видеообращение к Путину, помогите, помогите. У нас спальников не хватает, нас не кормят, и наши командиры, отцы командиры, условно говоря, о нас не заботятся. Поэтому я в восстание не верю. Никакое, но Путин все равно этого боится. А может вообще так случиться, что он не пойдет на выборы, не будет принимать участие? Может, конечно, ты же пойми. Ты знаешь, я вот вспомнил, я когда-то в Украине, мне довелось как политехнологу беседовать с Андреем Клюевым. Это был десятый год, это Янукович президент. Они чувствуют себя при власти, они действительно были тогда при власти. Кабмин сформирован, он тогда был министром развития экономики и торговли, еще и каким-то вице-премьером. Я ему говорил, зачем вам власть? Это же огромные риски. Это же вот вас не любят люди. Ну, вы привели криминал к власти. Как вы можете быть подручным вообще криминального человека? Он сам не был таким уже, ну, то есть у него не было криминального прошлого. Он говорит, ты пойми, что если, говорит, мы отдадим власть, нас просто убьют. У него было какое-то убеждение. Нас просто ликвидируют, убьют, бизнес заберут. Поэтому вынуждены держать власть для собственной безопасности. Вот, как ни странно, и у Путина, и у Лукашенко подобная ситуация. У них такое же мировоззрение, да? Да, если они лишатся власти, ну, сейчас это уже реально так. Если бы каждый из них ушел хотя бы после второго срока, были бы обычными пенсионерами. Как все наши предыдущие президенты, кроме Януковича, который просто смылся, и он осужденный, да. Остальные просто стали... Каждому из украинских президентов есть вопросы. Есть вопросы. Но, уходя от власти, они становились обычными пенсионерами. Эти довели себя до состояния, когда, если они лишатся власти, то, естественно, их жизнь никто им не гарантирует. Скорее всего, она под большой угрозой. Потому что они уже, ну, настолько наделали преступление. Ну, у Путина просто ордеры есть на арест, извини меня. Да. Он криминальный преступник, повинный в киднеппинге, в воровстве детей. Поэтому власть для них – это вопрос жизни и смерти. Да. Вопрос жизни и смерти. Давай поговорим еще об одних выборах, которые грядут буквально на этих выходных. Будет второй тур выборов в Турции. В первом туре два кандидата, нынешний президент и кандидат от объединенной оппозиции, шли ноздря в ноздрю. А вот чем вообще они были интересны, опять-таки, с технологической, с точки зрения политических технологий? И вообще, какой вариант для Украины будет более лайтовый? Ну, смотри, у Турции особая история. Эту страну создал когда-то, после Первой мировой войны, человек, которого они зовут, Ататюрк. Отец тюрка, Мустафа Кемаль, генерал турецкой армии, который уже развалившуюся страну, которую рвали на части интервенты, сумел отбить, собрать по частям и ее создать. И он предложил туркам очень необычный и очень путь, анализируя, из-за чего Османская империя оказалась нежеспособной. Это превалирование шариатских законов над светскими. Это неевропейский путь. И он страну направил в Европу с огромным количеством необычных, как для мусульманской страны, по тем временам преобразований. В 1922 году, чтобы ты понимал, это была первая мусульманская страна, которая уравняла в правах женщин и мужчин, запретив, например, полигамные браки мусульманскими. В 1922 году. Да. В 1922 году Ататюрк, по-моему, до 1939 года жил. Я не помню сейчас точно. Он ввел латинский шрифт вместо арабской авиазии. Он отодвинул церковь, отделил церковь от государства, сделал светскую. И оставил после себя механизм демократии, понимая, что после его смерти будет много соблазнов власть узурпировать, военный совет. Поэтому, когда такое происходило, там происходили военные перевороты. Военные брали власть в руки, отодвигали узурпаторов и снова объявляли выборы. Эрдоган первый, скажем так, лидер Турции, который сумел эту систему Ататюрка сломать. Невзирая на то, что, если ты была в Турции, ты видела, у них культ Ататюрка. Да. У них даже по закону нельзя его критиковать, критиковать его реформы на уровне Конституции. Тем не менее, Эрдоган все время с ним дрался, бился. Он изменил Конституцию. Он первый раз за всю историю Турции предотвратил назревавший тогда военный переворот, когда его хотели сместить военные. Говорят, что русские его предупредили. Зачистил армию. Он, ну, 20 лет. И я тебе скажу честно, ничем от Путина, от Си Цзиньпина, от Лукашенко он не отличается. Это вот эта вот страшная болезнь, узурпаторство и авторитаризм. Нежелание отдать власть. Да. То, что мы видели, это очередной бой Ататюрка, покойного Ататюрка, его наследников. Там даже этот вот, со сложной фамилией его оппозиционер, он возглавляет партию Ататюрка с мусульманским авторитарным Эрдоганом. Ну, что лучше для Украины, мне трудно сказать. Но для Турции, безусловно, смена власти, как и для любой страны, ротация власти всегда на пользу. Это возвращение на Путина Ататюрка, возвращение в Европу. Но Эрдоган, если уйдет в итоге этих выборов, то это плюс для Турции, это плюс для Европы, это плюс для нас. Это плюс для цивилизации, так должно быть. А если не уйдет, то это потеря еще одного шанса вернуться на тот путь, который когда-то Ататюрк, создавший эту новую Турцию после Османской империи, предложил. Что я думаю по технологиям? Я думаю, что украинцы это прекрасно видят. Это такое повторение Украины. У нас каждая власть украинская, каждый президент пытался власть узурпировать. Ну, и не каждый, многие. Кравчук не успел, Кучма пытался, но все-таки не решился зайти на третий срок, хотя ему предлагали изменить Конституцию, воспользоваться, что у него якобы будет засчитан не два срока, а один, потому что он первый, по-моему, не полный, ну, там играл. Ну, я помню, один плюс один равно... Единственный из мне памятных знакомых президентов, власть не узурпировал, был Ющенко. Его даже обвиняли. Слабый президент, что же он за власть не держался. А дальше ни один не удерживался, но все пытались. И я помню, что оранжевая революция в ее преддверии 2004 года, там был такой эпизод, когда ЦВК создавала механизм фальсификации. Они прекрасно понимали, что им не удастся сфальсифицировать в нужном объеме на территории Украины, потому что при всем том, что Кучма был при власти, Янукович был премьером, полным контролем над выборами западные территории, центральные украинские они не имели. Они в основном имели на востоке и на юге. Поэтому они создавали там участки в России, предположительно, был брос 3 миллиона голосов. С этим активно боролись. Более того, большой брос все-таки у них получился. Но украинцы выиграли Верховный суд, оранжевые. Я помню Николая Екатеринчука, который возглавлял команду, которая этим занималась. И легитимно мы вышли на перевыборы. Ататюрк, безусловно, изменил Конституцию, зачистил военный совет. Но там огромное количество территорий тоже. Эрдоган, я прошу прощения. И он готовился к выборам примерно, как Янукович тогда, в третьем году, готовился к своим выборам. Но очень много территорий, а в основном это мегаполисы, не под контролем. Он не имел под контролем мегаполисы большие и Анатолийское побережье, где традиционно его противники и противники шариата. И мне говорили, что, ты знаешь, он проиграет выборы, потому что социология активно показывает, что у него достаточно большой разрыв, и он все-таки проиграет оппозиции. И, мол, вот в Турции, в отличие от Украины 2004 года, там власть все-таки над выборами не имеет механизма фальсификации. Я говорил, такого не может быть. Просто вы о них не знаете. И, скорее всего, они не упустят возможности где-то их сфальсифицировать. Как? Я не знаю. Я там не присутствовал и активно не следил. И таки этот разрыв между социологией и результатом первого тура в пользу Эрдогана показал, что все-таки где-то они применили фальсификацию, но ее оказалось недостаточно. Они всего полпроцента не дотянули. Видно, вот пока они на этом этапе применяли это очень мягко и с боязнью. Что будет во втором туре, неизвестно, потому что в данный момент силы равные. И в данный момент третий кандидат, который взял... Да, он оказался в пользу Эрдогана. Эрдогана. Сыграет ли эта ставка, посмотрим, неизвестно. Остается только ждать. Но мое мнение, демократия должна победить. И люди 20 лет у власти находиться не должны. Посмотрим, недолго осталось. Они, в отличие от нас... Эрдогана находится более чем 20 лет у власти, за редким исключением. Это было, например, у Ликвань Ю. Ликвань Ю был более 30 лет, но он был изначально человеком, который создал эту страну. Вот теперь у них проблема, как создать механизм ротации, чтобы не появился никакой человек, который в довольно богатом и успешном Сингапуре может захватить власть и развить механизмы именно демократии, чтобы контроль над властью был обычный граждан. А в Турции, вот видишь, так... А во что превращаются подобные люди, которые у власти более 20 лет? Мы видим Лукашенко, Назарбаев. Власть, видишь, сменялась серьезными потрясениями и перестрелками на улицах. Путин. Ну, я молчу про каких-то пожизненных диктаторов типа Ким Чен Ира. В общем, ротация власти – это всегда для здоровья. Как здоровый метаболизм, обмен веществ в организме, так и в социальном организме обмен должностей и власти должен быть постоянным. Сергей, давай одним штрихом. Я понимаю, что тема, например, американских выборов очень глубокая. Зарываться туда сегодня, наверное, не будем. Это, наверное, будет такая отдельная, может быть, даже беседа, и можно посвятить этому будет время. Вот, тем не менее, как ты считаешь, Трамп пойдет на выборы или республиканцы все же найдут ему замену? Ну, во-первых, республиканцы ему замену нашли. Да, это губернатор, да. Это Сандерс, да. Да, теперь главное, чтобы он праймерис выиграл. Ну, теперь смотри, не вопрос, найдут ли ему американцы или республиканцы замену. Это вопрос, как они пройдут праймерис, это тебе решают. И шансов мало, потому что Трамп точно, скорее всего, судя по настроению того, что демонстрирует Трамп, он идет на выборы. У него большое желание сатисфакции. Он считает, что у него украли должность, он ненавидит Байдена, он хочет что-то доказать. Ну, а пока тех экспертов, что я слышал оттуда, они говорят, что Трамп значительно более харизматичен, чем Сандерс. Посмотрим. Непредсказуемо, честно говоря. Единственное, с чем сходятся эксперты, что демократы сильно с Байденом проиграли поддержку. Поэтому, если кто-то и выиграет эти выборы глобально, то все-таки республиканцы. Теперь нужно, чтобы праймерис тоже выиграл правильный человек. Ну, мы не вмешиваемся в американские выборы. Нельзя делать ту ошибку, которую зачастую наше руководство политическое делало. То, сделая ставку, абсолютную ставку на проигравших демократов, когда выиграл Трамп, то очень рьяно поддерживая Трампа, надо всегда дистанцироваться от подобных процессов. Чтобы потом налаживать связи с демократически выбранными политическими лидерами. И в этом, собственно, состоит политическая мудрость. Именно такой совет, как политтехнолог, ты мог бы дать. Ну, тут, наверное, больше советов должны давать опытные дипломаты международники. Спасибо большое. Напоследок, традиционно, я хотела бы напомнить подписаться на наши YouTube-каналы. Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона Олеся Бацван. А также комментировать сегодняшнюю нашу беседу. Я напомню, что моим гостем сегодня был политтехнолог Сергей Гайдай. Сергей, я благодарю за беседу. Спасибо большое. Анастасия, вам спасибо. Зовите еще. До новых встреч.